всем привет это видео обзор на программу для смартфонов gto sensei на самом деле программа очень интуитивная но давайте пройдемся по ее основным настройкам и функциям при первом запуске здесь нам сообщают о том что gto sensei по умолчанию установлен в про режиме чуть позже мы посмотрим что это означает чтобы перейти к настройкам программы нам нужно нажать по шапке окна там где указывается никнейм здесь мы можем этот самый никнейм изменить нажав на него тут интересно последняя строчка синхронизация вашей статистики этот параметр нужен для того чтобы вы могли на всех своих устройствах на которых вы gto sensei пользуетесь играете в раздачи чтобы на всех этих устройствах ваша статистика суммировалась и выдавалась в одной цифре то есть соответственно нажав сюда вам нужно будет зарегистрироваться и потом просто залогиниться на всех своих устройствах с которых вы пользуетесь sensei дальше основные настройки здесь по шестеренке у нас будут первая строчка это как раз вот про режим есть альтернатива классический режим классический режим отличается от про режима тем что на нем отображается полный стол то есть в том числе сфолдившие какие-то игроки которые не участвуют в раздаче то есть сама раздача она имеет такой более привычный вид как и при игре в про режиме используется упрощенная визуализация то есть только два оппонента изображаются на столе но при этом раздачи все идут гораздо быстрее то есть этот режим он более оптимизирован более заточен под гринд именно тренировок следующая строчка это игровой режим или тренировочный режим мы можем выбрать то есть тренировочный режим подразумевает игру до первой совершенной ошибки когда вам будет предложено проанализировать например этот спот с ошибкой или там переиграть его игровой режим соответственно раздача играется до конца ну давайте тренировочный установим следующая строчка цветные диапазоны ну то есть здесь это чисто визуальный элемент то есть ну давайте поставим цветные и интересный тоже пункт внешний вид стола очень круто что здесь реализована настройка многих параметров в том числе цвет баттона даже рубашка карт давайте поставим красную рубашку кстати говоря колоды тоже есть три варианта но здесь чисто опять же на любителя какой вам больше нравится и что касается верхних строчек да то есть рандомайзер включить и выключить это отображение соответственно рандомайзера на столе то есть в правом верхнем углу область экранов которые вы будете кликать и вам будет выдаваться какая-то рандомная цифра от 1 до 100 следующий пункт hide action icons означает что более графичное изображение действий игрока которые будут включать себя изображение фишек будут заменены на такие плашки одного цвета то есть полностью изображение бета чека допустим рейза будет одинаковая следующая строчка hide life history то есть внизу в нижней части экрана будет отображаться определенная полосочка с действием на предыдущих улицах ну и соответственно активировав этот пункт она будет убрана и последняя строчка show extended life history это определенное меню которая по свайпу вверх во время тренировки будет активироваться и там можно будет подробно посмотреть action в остальном здесь наверное интерес может представлять только вот пункт recover subscriptions восстановить подписки он иногда бывает полезен если что-то немного багается и чтобы реактивировать те паки которые вы купили которые у вас приобретены нужно нажать на этот пункт соответственно вас они будут эти подписки восстановлены но остальные пункты они здесь скорее какой-то информационный характер носят когда мы возвращаемся в основное меню программы здесь опять же по свайпу вниз будет отображаться статистика тех раздач которые вы сыграли соответственно процент рук сыгранных по готова и среднее отклонение по его в больших блайндах и давайте теперь на примере моего пока рассмотрим сам саму уже программу все ее красе то есть когда вы открываете тот или иной пак у вас всегда присутствует окошко с фильтрами то есть в данном случае мы видим что есть верхние строчки фильтры по размеру стеков ну и соответственно кликая на те или иные размеры вы можете либо несколько до таких ситуаций выбрать либо одну какую-то ну давайте выберем допустим 50 бб фильтр и чуть ниже строчка здесь тип ситуации ну то есть в данном случае здесь мы можем отдельно только heads up и отфильтровать отдельно скажем сингл рейс поты или там трибет поты ну давайте опять же выберем скажем сингл рейс пот здесь мы видим все ситуации которые для этих потов есть ну давайте опять же возьмем какой-нибудь вот допустим 50 бб батон против бб здесь мы опять же видим краткое описание все понятно в следующем меню у нас развернутое описание то есть здесь такие вещи как под размеры стеков рейнджи и в целом описание подробное при флоп действий антэ если мы про мтт например говорим и если кликнуть вот по такой маленькой иконке рейнджа то здесь сами диапазоны можно подробно рассмотреть то есть мы установили цветные диапазоны то есть у нас здесь как раз у каждого оппонента в зависимости от частоты встречаемости те или иные руки они будут покрашены разными цветами и чтобы посмотреть что например какой цвет значит достаточно зажать по области экрана где отображается та или иная комбинация ну вот допустим там на какие-нибудь 95 сьют мы нажмем пальцем и удерживаем и будем видеть вес этой руки ну и так со всеми другими руками то есть просто передвигая палец по экрану мы будем видеть вес рук ну естественно те руки которые отмечены белым это ну либо сфолженные руки да либо руки которые в каких-то других ветках ветки 3 бета присутствует поэтому здесь тузов королей естественно нету в рейнджу бб поскольку у нас сингл рейс под что еще здесь интересного есть да это вот нижняя самая строчка при лоуд хэнс загрузить раздачи то есть этот пункт нужен для загрузки рук чтобы они были доступны для тренировки в оффлайн режиме но скажем если вы там летите в самолете у вас нет интернета чтобы вы также могли пользоваться для этой конкретной ситуации gto sensei здесь также есть фильтр по бордам трипсы стриты и так далее ну можно оставить все и фильтр по количеству ситуации то есть можно 50 100 200 500 раздачи загрузить ну все здесь у нас по сути остается только перейти к тренировке нажимаем старт тренинг здесь у нас опять же открывается небольшой фильтр именно для этой конкретной уже тренировки потому что мы можем например хотеть только за батон доиграть раздачи ли там только за бб или за обоих оппонентов когда раздачи будут чередоваться ну и также есть естественно фильтр по бордам если есть такая необходимость ну и как видно вот у нас по умолчанию режим тренировок установлен в качестве в тренировочной да потому что мы хотим смотреть ошибку например по после каждой совершенной после каждой неправильно сыгранной раздачи но опять же его можно переключить в play и тогда мы будем играть раздачи до конца вот сейчас как раз мы видим как выглядит про режим то есть здесь два игрока хотя понятно что это фулл ринг стол да если мы говорим про мтт но здесь для упрощения они вдвоем подписаны и других игроков никаких на столе нету более крупный борт справа у нас опять же несколько есть иконок ну сейчас мы начнем играть и они станут активны то есть мы на бб но здесь понятно чек пас на терни и тоже чекать можно издаваться про режиме раздачи автоматически переключаются то есть если вы сыграли правильно там и оппонент выкинул например или оппонент поставил вы нажали правильный пас раздача сразу переключается на следующую в этом его удобство в этой ситуации но я думаю маленький combat будет хорош причем вот обратите внимание внизу да вот эта строчка над действиями над чеком над бетом флоп и как раз это вот история раздачи она очень полезна в том плане что вы на свое совершенное действие можете нажать данном случае допустим на бет флопа мы видим что вот этим сайзом маленьким бет используется в 71 проценте случаев то есть если мы зажмем на это действие пальцем то мы увидим альтернативные действия до которые здесь есть то есть можно чек behind по мнению солвера здесь сыграть и даже иногда крупный бет так оппонент заколировал на терния но здесь наверное можно и поставить какой-то небольшой сайз можно и чекнуть мы видим на что чек в 97 процентах используется но можно опять же маленький бет например изредка в двух процентах случаев и на ривере оппонент чекнул но здесь у нас по идее в любит есть давайте поставим на три четверти да здесь мы угадали можно так сказать вот как раз на стали некоторые кнопки активно то есть ну первое справа я имею ввиду который game info но это соответственно то что мы уже до этого увидели следующая строчка аналайз ну то есть анализ раздачи это как раз будет анализ данной ситуации предыдущей раздачи с 96 червовыми и здесь очень круто реализована возможность именно и вышки действий посмотреть то есть это полезно бывает для того чтобы вы могли понять степень грубости свои ошибки на насколько сильно вы ошиблись вы ошиблись и какие альтернативные действия есть да и какая вышка у них то есть данном случае мы видим на что на ривере в принципе мы выбрали правильное действие но и она имеет максимальные его девушки здесь отображаются больших блайндах да то есть за раздачу в данном случае там условно грей вышка бета на ривере составляет семь целых две десятых пб за раздачу следующая третья иконка справа это статс это кнопка которая позволяет посмотреть статистику за эту конкретную сессию да то есть то насколько вы сыграли раздач сколько из них было сыграно по готова разница по его среднее отклонение ну и общая как бы ошибка ну и также можно естественно по позициям здесь посмотреть отдельно какую позицию лучше играете какую хуже так есть чек бэт ну со второй парой кол нажмем стандартно все на ривере наверное можно рассмотреть блок бэт ну давайте поставим треть пота то есть это действует правильная программа так иногда играет поэтому сразу перекидывает на следующую раздачу но опять же здесь мы можем перейти во вкладку аналайз и вернуться посмотреть какие еще альтернативы были то есть вот предыдущей раздачи например на ривере можно было и три четверти поставить value bet смело с блокером на флэш с крестовой дамой но при этом чеков нету да то есть чек скорее ошибка будет небольшая в такой ситуации и давайте теперь посмотрим чем классический режим отличается кстати обратите внимание вот в правом верхнем углу как раз рандомайзер то есть если будете на него кликать он вам будет выдавать различные значения выставим классический режим мы откроем одну ситуацию опять то есть вот о чем я говорил классический режим он как раз содержит такое стандартное изображение всего стола со всеми позициями даже те которые сфолдили то есть это никакого по сути функционального смысла не несет просто для удобства восприятия информации возможно так данной ситуации мы играем с котов и против bb ну здесь я думаю можно и от маленького кондета попробовать сыграть получаем чекрейс можно сразу посмотреть какие еще помимо маленького кондета действия предлагаются то здесь мы видим что и крупный например сайс оке использовать и даже чекнуть оппонент поставил чекрейс здесь колл по идее стандартный конечно блокируем какие-то его полу блефы но наверное здесь все равно можно кол еще раз нажать до солвер согласен на там в девяносто девяти семи процентах коллет все равно и ривер оппонент пушит ну не знаю сложность под действительно да из-за того что мы блокируем всякие полу блефы ну давайте выкинем до паза здесь принципе правильное действие вот классический режим еще отличается тем что здесь как раз не переключается автоматическая раздача после завершения розыгрыша и выдается такое окно в котором опять же можно проанализировать эту раздачу посмотреть частоты и вешки альтернативных действий либо ее переиграть ну то есть replay hand соответственно просто по новой сыграем и будем иметь возможность исправить свою ошибку ну опять же можно training stats посмотреть и закончить тренировку вот на этом в принципе все всем спасибо за внимание всем счастливо